Пара Михаила и Раиса Горбачева много лет были на виду у всего мира. Рука об руку они шли по жизни, были вместе в бедности и богатстве, вершили человеческие судьбы и историю. И немногие задумывали, что за счетом публичности скрывались души двух любящих людей. Думала ли молоденькая красавица, комсомолка и студентка Рая Титаренко, что встреча со скромным студентом Мишей Горбачевым позволит ей в будущем стать одной из самых влиятельных женщин мира? 20-летнему студенту о ней рассказали друзья. Дальнейший ход событий можно передать словами «пришел, увидел, полюбил». А вот сама Раиса не была в тот момент расположена к новому роману. Дело в том, что она сильно переживала разрыв с женихом, сыном влиятельных людей. Михаил Горбачев взял молоденькую студентку из Мором. Первые полгода он просто присутствовал в жизни третьекурсницы. Еще полтора длился нежный роман. Михаил ухаживал, всячески поддерживал любимую. Внезапное предложение он сделал во время прогулки по мосту, прямо у входа в Сокольнический ЗАГС. Просто предложил зайти. Она согласилась. Тут же выбрали дату 25 сентября 1953 года и начали готовиться к свадьбе. Студенты народ небогатый, но веселый и смекалистый. Михаил Горбачев летом работал на комбайне, чтобы было на что отгулять свадьбу. Свадебное платье из белоснежного шифона невесте заказали у портнихи. Туфли невесте одолжила подружка, а колец и вовсе не было. Он надел ей обручальное кольцо лишь через несколько лет после росписи. На церемонию бракосочетания пришли только лучшие друзья. А родители Рая и Миша поставили перед фактом за несколько дней до назначенной даты. Поженились в сентябре, а первая брачная ночь случилась в начале октября, когда студенты, проживавшие в общежитии, уехали на работу в подшефтный колхоз. Но на этом брачные торжества не закончились. В ноябре молодожены сыграли студенческую свадьбу. Все прошло скромно, но весело. В диетической столовой неподалеку от общежития. Гарниром к паровым котлетам были картошка и винегрет, а свадебным напитком водка столичная. Молодая жена совершенно не умела готовить, зато прекрасно танцевала вместе с мужем. После окончания института супруги уехали в Ставрополье, где началась карьера Михаила Горбачева. Семейная жизнь едва не обернулась драмой. Спасая жизнь Раисы, они потеряли ребенка. Михаил увез любимую жену на юг, врачи порекомендовали смену климата. Позже родилась дочь Ирина. После рождения дочери супруги получили две комнатушки в коммунальной квартире. И только в 1970 году чета Горбачева получила отдельное жилье. Карьера Михаила Горбачева шла в гору семимильными шагами. В ноябре 1978 года Горбачевы переезжают в Москву. Не имея своего жилья в столице, они временно обустраивают семейное гнездышко на бывшей госдаче от Женикидзе. Через пару лет супруги получили квартиру. Позже им выделили дачу. А потом в семье все резко изменилось. После смерти последнего кремлевского старца генеральным секретарем Советского Союза становится Михаил Горбачев. Но вот незадача. Раиса Максимовна не стала образовой советской женой генсека. Она не осталась тихо стоять в стороне, наблюдая за успехами мужа. А была его правой рукой советчицей в политических вопросах. Советское общество было несколько шокировано подобными вольностями. Такого не позволяла себе даже стоявшая у истоков СССР Надежда Крупская. Первые люди огромной страны продолжали жить как любящие супруги, но уже под прицелом камер. Они вместе ездили по миру, вершили судьбы и делали политику. Она была при нем и секретарем, и переводчиком. Раиса Максимовна хорошо говорила по-английски. И при этом они действительно любили друг друга. Смог бы Горбачев занять столь высокий пост и навсегда вписать свое имя в мировую историю без поддержки любимой жены. Это ей, дочери-домохозяйки, не умевшей до замуж задержать в руках сковородку и веник, пришлось нести на своих плечах бремени легкого советского быта. И при этом быть моральной опорой для продвигающегося по карьерной лестнице мужа. Это она была его ангелом-хранителем в момент пика политической карьеры. Будучи наделенной особыми талантами, Раиса Максимовна активно вмешивалась во внутреннюю и международную карьеру, но при этом оставалась элегантной женщиной, приковывавшей к себе взгляды. После отставки Михаила Сергеевича супруги жили вместе на даче. Они прожили вместе больше 45 лет. До следующей годовщины оставалось всего несколько дней. Но Раиса Максимовна не дожила. Покинула мужа в клинике от лейкоза. Говорят, после страшной вести Горбачев несколько дней не выходил из гостиничного номера. Он просто не мог принять кончину любимой женщины. Прошло много лет. Сейчас бывшего лидера СССР окружает большая семья. Дочь, внучки и правнучка. Но Михаил Сергеевич говорит, что с уходом любимой жены утратил часть своей души. А иногда во сне слышит ее голос в телефонной трубке. Михаила Сергеевича часто видят на Новодевичьем кладбище, где он навещает самого дорогого в жизни человека. Горбачев лично наводит порядок на могиле. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!